Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я достаточно взрослый, мне под 40 лет, и живу отдельно от матери со своим ребенком. Всю жизнь у нас хорошие и очень близкие отношения. Мама всегда меня понимает и поддерживает. Так получилось, что раз мы обе незамужние, то все выходные проводим вместе у мамы. Мне тупо больше некуда себя деть. Но вот что очень интересно, очень редко у меня случаются иногда вылазки с друзьями на выходных. Часто это сбор сокласников. Я всегда хочу. Мама не судит меня за это никогда. И вроде все более-менее нормально было. Но этих выходных мы остались дома, потому что мама заболела ОРВИ. И именно в этот выходной, вчера вечером, мне написала сотрудница и пригласила в гости, чтобы сегодня к ней пришла. Почему-то у меня возникло чувство вины перед мамой за то, что я собралась идти к кому-то в гости. Вроде всегда у нас было взаимопонимание по своим вопросам. Откуда взялось чувство вины? Теперь вот не знаю, смогу ли я его преодолеть и пойти в гости. Интересный вопрос, но предупреждаю сразу вам, вероятнее всего, не понравится ответ на него, потому что это будет идти в какой-то степени в разрез с тем, что вы думаете о себе и о своих отношениях с мамой. Чувство вины – это всегда история про злость, про нарушение личных границ. Дело в том, что по факту вы выбрали вместе с мамой жить как бы без мыши. Ну, то есть, по сути, не строить свою личную жизнь. Вот. Вы выбрали это и, на мой взгляд, именно это является такой важной составляющей. То есть, ваша мама выбрала быть без мужчины и вы выбрали быть без мужчины. Как бы ради мамы, как бы для мамы, как бы потому, что мама считает это, ну, вероятно, чем-то хорошим. Хотя, на самом деле, в глубине души, возможно, вы понимаете, что не так-то это и хорошо, не так-то это и здорово, не так-то это и прикольно, не так это, это, ну, приятно. Возможно, вам хотелось бы чего-то другого. Только вот себе вы этого не позволяете. Не позволяете вы этого себе именно по той простой достаточно причине, что есть мама, которую вы считаете себя должной. И именно отсюда и возникает ваше чувство вины. Вы не считаете, что должны ей, вам хочется чего-то другого, но вы этого себе не позволяете. Отсюда и чувство вины. Вы чувствуете, что ваша мама нуждается в вас. Вы чувствуете, что вы маме своей по факту необходимы, но отказать ей вы не можете. Вот отсюда и берется это самое чувство вины, которое у вас возникает. То есть вы, по сути, привязаны к своей маме. Об этом, именно в этом и заключается суть. То есть у вас с мамой, может быть, действительно близкие отношения, то есть я не говорю, что они у вас там обязательно деструктивные у вас с мамой. На самом деле могут быть хорошие, близкие отношения, теплые даже. Но в какой-то момент вы позволили ей нарушить свои личные границы. И теперь не знаете, что с этим делать. Не знаете теперь, как из этого выйти. Не знаете теперь, как вам быть и так далее. Вот такая история. Кроме того, на мой взгляд, ваша мама использует негласные способы для того, чтобы показать вам, что вы должны, а чего вы не должны. Так сказать, негласные, именно негласные способы. Вы, например, можете почувствовать ее неодобрение, ну где-то, в чем-то, как-то. Вы можете это почувствовать. Вы можете почувствовать, что она расстроилась, ну, из-за чего-то. Вы можете почувствовать, что она одна не справится. То есть, иными словами, вы, вы фактически, вы фактически ощущаете, что она вас нуждается. И она не делает ничего для того, чтобы эту нуждаемость снять. И вы не делаете ничего для того, чтобы эту нуждаемость снять. Вы можете только подкреплять ее нуждаемость. То есть, когда вы говорите, что вам некуда себя деть, это правда, вам действительно некуда себя деть. Но и маме некуда себя деть. И как ваша мама ничего не делает с этим, так и вы ничего не делаете с тем, что вам некуда спятить. Вы не учитесь не нуждаться друг в друге. Понимаете? По сути, создавая такой вот клуб, это натурально, клуб незамужних женщин. Зачем вы это делаете, не совсем понятно. Если в этом реальная необходимость, так же не совсем понятно. Но вы чувствуете себя в этом не свободными. Чувство вины говорит о том, что вы находитесь не там, где хотели бы быть. Чувство вины свидетельствует о том, что вы находитесь где-то, в данном случае с вашей мамой, не желая этого. Нравится вам это или нет? Хотите вы этого или нет? И, на мой взгляд, у вас есть, в общем-то, два пути. Первый – это признать, что, ну, что вас что-то не устраивает. И, ну, начать с этим что-то делать. А второе – это, в общем и целом, оставить всё как есть и продолжать так жить, не в свободе и так далее. Игнорируя свои потребности, игнорируя свои желания, игнорируя то, что вы, может быть, не хотите как мама и так далее. Но самое главное, принимая как факт, как данное, что вам некуда себя деть, вы это принимаете как данное. Мне некуда себя деть и я ничего не буду делать, чтобы это изменить. Ну, может быть, вы считаете, что изменить ничего не зря, а, может быть, вы боитесь пробовать, а, может быть, вам это кажется чем-то, чем-то тяжёлым. Не важно. Это всё, в любом случае, корректируется при условии того, что вы хотите над собой работать, при условии того, что вы готовы это делать, готовы работать над собой. Следующий важный момент. На который, на мой взгляд, имеет смысл обратить ваше внимание. Это реализация вашей. Вы говорите, что очень редко туда прибираются с друзьями и, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что происходит это, ну, как-то, вот, не совсем по вашей воле, что ли. То есть, у меня сложилось ощущение, что в этом вы выступаете, ну, как бы, знаете, так вот. Я бы сказал, несколько, может быть, ну, может быть, несколько пассивно, как будто бы. И вот если это так, если вы действительно выступаете вот так пассивно, то, на мой взгляд, имеет смысл с этим что-то делать. На мой взгляд, имеет смысл начать с этим работать. Но, само собой, только если вам это интересно. Если вы реализуетесь, или, по крайней мере, если вы будете уделять внимание, время своей реализации, то от мамы, конечно, вы станете дальше. Это правда. Но вы, но вы, в то же время, будете свободны. И правда, наверное, заключается в том, что нельзя убить двух датчиков одним выстрелом. Не получится быть и с мамой в таких отношениях. Не получится и вам быть свободны. Для того, чтобы быть свободны, нужно от мамы отдалиться. А я не знаю, хотите вы этого или нет. В любом случае, чувство вины свидетельствует о том, что вы с мамой стали слишком близки. Настолько всё это начало вас подавлять. Хотите вы этого или нет. Вот и всё, что я могу вам сказать, по крайней мере, сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта. И своих ценностей. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь. Это позволит вам начать работу над собой. позволит вам начать психотерапию. То есть, позволит вам как-то вот сформулировать для себя базовые направления, по которым вы хотели бы над собой поработать. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. За помощью ванн она для помощи на моргле. Пригодит. Продолжение следует.